А вот родители уже другого лагеря остались без субсидий. Путевки для детей им пришлось покупать за полную стоимость, а это почти 20 тысяч рублей. Хотя те, кто проживает и работает на территории Кировской области, имеют право на частичную компенсацию стоимости путевки. Это около 7 тысяч рублей. Но как сегодня пояснил Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка, в этом году субсидий на отдых детей действительно хватило не всем. Он пояснил, деньги на компенсации выделяют из областного бюджета. В прошлом году субсидий было слишком много, и большинство лагерей не смогли продать все путевки. В итоге около 15 миллионов рублей пришлось вернуть обратно в бюджет. Поэтому в этом году, чтобы ситуация не повторилась, областные власти решили сэкономить, объяснил Шабардин, и направили на погашение компенсации только 65% от нужной стоимости денег. Вы же понимаете, что такое 65%. Субсидии могли быть направлены на первую и вторую смену, а могли быть на вторую, третью, или на третью, четвертую, учитывая их объем. Фактически они там заявлены. Ситуацию родителей я прекрасно понимаю. То есть с этим обращаются сейчас не только родители, но и сами руководители лагерей. То есть эти вопросы, это вопросы к Минобру и к Минфин.